Geatel это новый китайский игрок на рынке смартфонов. Пока в арсенале компании не густо, всего три продукта, но все интересные и с демократичной ценой. Сегодня будем знакомиться с одним из них, это Geatel Note. Слоган компании гласит, выдающиеся как снаружи, так и внутри. Давайте разберемся, не расходятся ли слова с делами и не затеряется ли аппарат среди себе подобных. В небольшой коробке, кроме смартфона, находится зарядка с кабелем, краткое руководство и прозрачный пластиковый чехол-бампер с пройзиями под функциональные элементы. Дизайнеры Geatel ничего выдумывать не стали и взяли за основу внешний вид LG G3. Получилась неточная копия, но облик смартфона может многим прийтись по вкусу. Компания предлагает на выбор покупателя два вида расцветки – призрачный синий и благородное золото. В дизайне есть немного архаичного налета, но несмотря на это смартфон выглядит симпатично. На фронтальной панели разместился 5,5-дюймовый дисплей. В верхней части справа от сетки динамика расположены датчики приближения освещения, слева фронтальная камера и индикатор событий. Боковая рамка слегка возвышается над стеклом, кладя на столешницу смартфон спинкой кверху, можно не переживать нанести мелкие повреждения лицевой панели. Переднюю и тыльную стороны разделяет пластиковая рамка, выделяющаяся на фоне превалирующего глянца своей матовой поверхностью. На верхнем торце корпуса находится гнездо для наушников, а также разъем microUSB. Снизу не густо, только отверстие для разговорного микрофона. На левой грани также пусто, на правой кнопкой включения и блокировки и разделенной кнопки управления громкостью. Клавиши хорошо различимы тактильно и имеют комфортный отклик. Тыльная часть корпуса сделана из глянцевого пластика по технологии MetalPrint. Обработанный специфическим образом, он, переливаясь на свету, создает симпатичный узор, имитирующий шлифованный алюминий. В верхней части панели расположился модуль камеры и светодиодная вспышка. Оба элемента сгруппированы в выступ и визуально напоминают фирменный блок смартфонов LG с клавишами Rear Case. Немного ниже можно встретить симпатичный принт логотипа бренда. В нижней части задней панели находится прорезь для основного динамика. Она расположена не лучшим образом, если посмотреть на это с точки зрения симметрии. Смартфон Getel Note получил разборный корпус. Сегодня это редкость. Внутри находятся слоты для карты памяти и двух сим. Доступ к ним закрыт съемным аккумулятором. Качество сборки аппарата на хорошем уровне. Корпус не скрипит и не подается к кручению даже при прикладывании значительного усилия. Несмотря на то, что новинка из недорогих, создается впечатление монолитности конструкции. Это на руку смартфону. Новинка получила 5,5-дюймовый экран с разрешением HD. Для такой диагонали экрана разрешение не самое оптимальное, но для неискушенных пользователей его будет достаточно. Сенсор отзывчивый и поддерживает до пяти одновременных касаний. Для оптимизации характеристик экрана использовалась технология TrueView, которая делает цвета более сочными, насыщенными и яркими. Качество экрана не самое лучшее, но для такой ценовой категории вполне сносное. В выключенном состоянии проявляется особенность. Экран не черный, а с фиолетовым оттенком. Утверждать не буду, но допускаю возможность, что так проявляется свойство поляризационного или цветного фильтра. Откорректировать цвета дисплея под себя можно в настройках Miravision. Максимального значения яркости вполне достаточно для комфортной работы в яркий солнечный день. А вот любителям почитать ночью минимальное значение может не понравиться. Смартфон основан на базе процессора Mediatek MT6737. Одним из преимуществ среди конкурентов будет наличие 3 ГБ оперативной памяти. Объем встроенной 16, расширить которую можно с помощью карт памяти microSD. Чтобы удивить результатами в бенчмарках, этого будет недостаточно, но приличное количество оперативки добавляет комфорта в повседневной эксплуатации. Интерфейс работает плавно, приложение запускается быстро. Аппаратная платформа не ориентирована на любителей поиграть в требовательные игры, так что чудес не ждите. К приятным особенностям следует отнести поддержку двух диапазонов Wi-Fi, а также 4G. Поиск спутников, работа Wi-Fi и в сети 3G не вызвала вопросов. В аппарат установлена съемная батарея емкостью 3200 мАч. В тесте PCMark смартфон проработал 5 часов 14 минут, что на первый взгляд является невысоким показателем, но объективно автономности хватает на день работы при нагрузках выше среднего. Если использовать телефон как звонилку, периодически проверяя почту, то смартфон без проблем протянет два дня. Работает GeoTel Note под управлением чистого Android 6.0, и это можно отнести к плюсам смартфона. Если раньше потребители делали выбор среди симпатичных самобытных интерфейсов с широкими возможностями кастомизации, то сейчас современных пользователей, в том числе и гиков, больше интересуют стабильной работой операционной системы без вмешательств в прошивку. Фирменные оболочки зачастую достаточно тяжеловесные, отчего смартфон работает не так шустро и плавно, а кроме того потребляет большое количество энергии и не может выдержать столько же часов автономной работы, как смартфон с голой операционной системой. Сторонних программ здесь нет, только самое необходимое от Google. К особенностям можно отнести присутствующую в настройках опцию SmartWake. После ее активации можно запускать жестами отдельное приложение на погасшем экране без разблокировки смартфона. В Geatel Note установлен 8-мегапиксельный модуль основной камеры со значением диафрагмы 2.0. Интерфейс камеры понятный, в настройках разобраться будет несложно. В идеальных условиях камера делает среднего качества снимки. С ухудшением условий освещенности качество заметно падает, но это типично для недорогих аппаратов. Фотографические возможности меня не разочаровали, учитывая стоимость смартфона, большего бы требовать не стал. Фронтальный модуль отличается широкоугольной оптикой и стандартным качеством съемки. У Geatel получился неплохой бюджетный фаблет. До статуса выдающийся, конечно же, не дотягивает, но, учитывая стоимость, кого-то может заинтересовать. В плане характеристик основной изюминкой является наличие 3 ГБ оперативной памяти и голый Android. Качество материалов и сборки находится на достаточно хорошем уровне. Если вы нуждаетесь в недорогом смартфоне размером чуть больше среднего и в сценарий использования не уходят требовательные игры, то Geatel Note можно рассматривать как кандидата на покупку.